26 июня в актовом зале городской администрации прошло аппаратное совещание под руководством главы города Хасавюрд Зайнудина Акмасова. На повестке дня значились доклады руководителей отделов и управления о проделанной работе за минувшую неделю. Первым информацию по поводу бесхозных трансформаторов предоставил заместитель главы администрации Смаил Дадаев. Начиная с 2014 года мы поставили на учет, на кадастровый учет и получили зеленки на 82 подстанции и 101 километр линии электропередачи. На них зеленки есть, они представлены даже МРСК, с тем, чтобы нам как-то списать долг по электричеству, которому город, канал, задолжал МРСК. Документы представлены МРСК в полном объеме. Оценка сделана, последняя оценка сделана была на 70 миллионов. А долг у нас где-то 120 миллионов поликлистов. Это считает разницей, которая у нас останется за нами. Далее, еще 82 подстанции обнаружены на 1-3 года бесхозных. Мы тоже работаем по оформлению этих двух подстанций. ЦДПК дает своих ребят, которые нам показывают о кадастрове службы. Капланов с Сафар со своими специалистами выезжает и ставит их на кадастровый учет. Далее, начальник управления торговли и Монолит Айсонов доложил о действующей обстановке по улице Советская и Октябрьская, где накануне были проведены рейдовые мероприятия по очистке территорий от незаконных торговых сооружений. Выступая перед аппаратом администрации города, начальник управления коммунального хозяйства Арсеналим Мустафаев отчитался о проделанной и предстоящей работе. Водозабор 5 штук подавали до 11, подаем воду за час. По всем затронутым вопросам были даны соответствующие поручения. В завершении собрания была проведена церемония награждения главы города Зайнудина Акмазова юбилейным знаком 100 лет профсоюзу работников госучреждений России, а также директора ОАО «Горводоканал» Магомеда Шираева благодарственным письмом администрации за неравнодушное отношение к проблемам города и его жителей. Зария Махайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».